На протяжении недели между Сербией и Коставо нарастает напряжение. Стороны приводят свои силы в боевую готовность. Белград разворачивает у границ тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта, узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Минувшие выходные в сербские СМИ распространилась информация об активности боевой авиации у административной линии с Косово. Военные самолеты, вертолеты армии Сербии около полудня трижды провели патрулирование воздушного пространства. В чем причина разразившегося конфликта, рассказал эксперт Казанского университета. Сербское население оказалось в результате отделения Косово ограниченным в своих правах и возможностях. На протяжении всего этого времени идет слабая тенденция как-то все-таки исправить ситуацию и уравнять всех жителей Косово в своих правах. Но, к сожалению, эта ситуация не реализуется в полном объеме. В республике Косово, помимо внутреннего противоречия косовских албанцев, сербов и хорватов, имеется внешняя проблема. Запад, в частности Соединенные Штаты Америки, с одной стороны всячески поддерживает косовских албанцев, в другой эти же силы пытаются надавить на сербов. Россия со своей стороны всячески поддерживает сербский народ. Ситуация, когда помимо внутреннего конфликта вмешивается еще и внешняя сила, говорит о том, что проблема имеет достаточно сложный международный правовой аспект, из которого мы никак не можем выйти. В чем же интерес Запада касательно поддержки албанцев? Югославия традиционно называет партнером России. И, собственно говоря, смысл уничтожения Югославии, он считал в том, чтобы ослабить присутствие пророссийского элемента на территории Европы. И поскольку сербы до сих пор остаются все-таки самыми, наверное, преданными союзниками России, поэтому любое давление на сербов – это в то же время давление на российских. По словам политолога, если бы международное сообщество село за стол переговоров и удовлетворило интересы всех заинтересованных сторон, то, скорее всего, ситуация бы разрешилась. Елизавета Никитина, Ариадна Кугушева, Универньюс.